В Украине изменили правила назначения субсидий, в Минсоцполитике разъяснили условия. В Украине жилищные субсидии будут выдавать по новым правилам после переоформления, для чего получателям нужно подать новое заявление и декларацию. Глава Минсоцполитики Марина Лазебная раскрыла особенности процедуры и объяснила, кого могут лишить выплат. Об этом чиновник рассказала в эфире канала «Украина-24». Она уточнила, что Министерство финансов осуществляет верификацию получателей всех выплат и, соответственно, вносила постановления и новые правила субсидий. Появилось три новых критерия. Была одна машина, стало две. Было одно жилье, стало два. Депозит более 56 тысяч гривен. Депозит требует еще анализа, так как депозит в 56 тысяч гривен может быть даже у пенсионерки, которая копила, не снимала всю пенсию, рассказала Лазебная. Министр пообещала в ближайшее время внести изменения и немножко поправить эти вещи, чтобы успокоить людей. Лазебная подчеркивает, что для переоформления субсидий у граждан есть пять месяцев. Также чиновник напомнила, что оформить субсидию можно четырьмя способами. По интернету, по почте, в Центре предоставления административных услуг и в Управлении соцзащиты. Глава Минсоцполитики высказалась относительно возможности лишения граждан права получать субсидию при выявлении, что они не соответствуют требованиям для получения, и соответственно, скольким людям придется возвращать уже назначенные выплаты. Я не могу сказать, что будет с депозитами. Вот сейчас 56 тысяч гривен стоимость депозита. Мы поднимем до 100 тысяч гривен, это точно. Я просто не знаю, сколько может быть отказов при наличии депозитного счета. Я точно знаю, что все остальные критерии. Это может быть отказ 3% от сегодняшнего количества домохозяйств, рассказала Лазебная. При этом министр добавила, что каждый отказ ведомства будет анализировать и при необходимости возвращать гражданам субсидии. Напомним, 14 апреля, Кабинет министров Украины ужесточил требования при предоставлении жилищных субсидий.